Здравствуйте, с вами Павел Басманов и в этом видео уроке я вам покажу, как установить антивирусную защиту на ваш компьютер то есть на операционную систему Windows 8 мы с вами будем устанавливать антивирус Avast ну, чтобы его установить естественно, мы сначала перейдем на его страницу то есть производителя антивирус совершенно бесплатный, есть конечно платные версии, но как по времени то есть уже не первый раз я его устанавливаю и я им пользуюсь уже много лет то есть довольно таки давно он меня полностью устраивает то есть очень хорошо, ну что ж, переходим на страницу Avast то есть Avast.ru вот он у нас передислоцировал на нашу страничку именно русскую версию, ну что ж, мы здесь видим то есть мы можем скачать бесплатную версию и естественно плану Internet Security то есть тут конечно платные тут уже больше, как мы видим по табличке на сайте то есть в фрейе, то есть он блокирует вирусы и шпионские программы позволяет получить помощь опытного друга что я вам покажу, как это делается в Internet Security конечно добавляются новые функции то есть безопасность онлайн покупок и банковских операций безопасный запуск сомнительных программ блокирует атаки хакеров защита личных данных и блокирует назойливый спам и также блокирует фишинг атаки но по как говорится, сколько уже раз я пробовал то есть любые разные антивирусы достаточно все-таки блокирует вирусы и шпионские программы то есть этого достаточно любой антивирус, который вы потом будете приобретать купите разные там Касперский, Доктор Веб на то и называется антивирус то есть если какой-то хакер придумал какую-то новую уловку там рутики какие-то блокирующий экран и просит вас перевести там то есть не любой антивирус сразу он сработает то что они появились то есть вы в любом случае заразитесь и как-то вам из этого выходить но самое простое не лезьте, как говорится, в те неизвестные сайты или не нажимайте, что вам просят установить что, что вы не устанавливаете то есть вы даже не знаете, о чем вы вас просят, вы нажимаете да, давай установим но все-таки это безопасность компьютерная безопасность компьютер безопасность в интернете то есть ее нужно соблюдать если вы будете соблюдать то есть не лезть туда, куда не нужно и устанавливать то, что вы не знаете что вполне наша бесплатная версия Avast Free очень доступна ну что ж, нажимаем скачать для дома то есть выбираем бесплатную версию, нажимаем скачать он сейчас нам предлагает то, что давайте купим все-таки, но мы нажимаем нет спасибо, я предпочитаю бесплатную защиту вот нажали мы бесплатную и вот он предлагает нам сохранить установочный файл мы его сохраняем то есть идет сохранение нашего установочного пакета антивирусом аваста вот ну что еще могу сказать по поводу антивирусов все равно как я не рекламирую именно эту версию антивирусу, то есть вы можете попробовать и другие бесплатные версии антивирусов но со временем, то есть уже не первый раз как еще раз я повторяюсь все-таки он более удобней ну по крайней мере я его нахожу удобней ну ваше дело, конечно, покупать платные версии там но для дома, мне кажется, это в полное достаточно если, конечно, у вас корпоративная какая-то среда или у вас находится прям важный-важный какие-то бизнес на вашем компьютере то есть вы постоянно используете онлайн оплату там еще что-то, то есть очень часто именно часто это имеется в виду там в день там по 20-30 разных операций ну естественно, тут уже какие-то другие фаерволы используются непростенький такой антивирус более защищенные каналы то есть создаются VPN-каналы и тому подобное то есть закрытый канал между банками и то есть тут уже антивирус как таковой уже тяжелее добраться до какого-то ключа который используется при оплате банковских передач просто я постоянно с этим сталкиваюсь очень часто то есть все довольно-таки проще все-таки это такой же бизнес то есть выпуск этих всех антивирусов это такой же бизнес но для дома достаточно этого антивируса я сам им пользуюсь он очень удобный ну что ж, нажмем выполнить, то есть наша загрузка успешно нажимаем выполнить наша страничка то есть здесь контроль учетных записей мы говорим да, мы хотим эту страничку можем закрыть вот подготавливается запуск первый ну вот как мы видим у нас здесь на несколько этапов разбитым то есть нас опять предлагает то есть заставляет я бы так мог бы сказать что даже предлагает 20-дневный бесплатный триал попробовать интернет security ну мы остаемся верными себе именно бесплатными антивирусами и выбираем установить аваст free антивирус то есть бесплатный нажимаем и вот если у вас не установлен процент браузер от гугла ну вот данный момент у меня на этом компьютере не установлен я им хочу воспользоваться то есть выбирайте обычно экспресс установку то есть здесь мы оставляем допустим google то есть установить именно увеличить свои возможности веб серфинга с помощью google очень удобный и конечно установим панель инструментов google для интернет эксплуаера оставим на этом нажмем далее ну что ж здесь мы тоже нажмем далее здесь конституционирование ваших данных нажмем далее вот происходит установка извлечение всех файлов то есть идет простая установка программного обеспечения на вашу операционную систему ничего как вы видите сложного нету все буквально как говорится тем проще тем легче то есть все в два в три клика ничего сложного здесь нету то есть вы сами можете это все сделать не нужно кого то звать все можно самим сделать если вы посмотрите этот видео урок конечно но его и так смотрите если вы слушаете и видите мне еще что могу сказать то есть аваста это бесплатный то есть мы сейчас будем попозже с вами регистрироваться то есть вы как видите шаг 5 у нас регистрация и мы получим ключ на целый год то есть целый год наша антивирус будет обновляться и когда этот год закончится там можно также опять получить ключ то есть вбить тот же электронный адрес тот же имя фамилии и он вам продлит еще на год то есть это можно сказать вечный триал я тоже этим пользуюсь то есть постоянно продлевая его как я вам говорил раньше что я не первый год уже пользуюсь этим антивирусом ну собственно у меня довольно таки хорошо защищает хоть я так же и перевожу и банковскими картами иногда ну как говорится все хорошо нормально было ну вот вот как вы видите аваста антивирус установился сейчас происходит установка google chrome то есть наш браузер сейчас устанавливается дополнительно к интернет эксплойеру ну выбор браузера это как говорится каждый человек сам кому к какому браузеру он привык кто-то кто-то к опере кто-то к интернет эксплойеру сейчас он кстати новая версия уже на windows 8 интернет эксплойером ну кто-то google пользуется кому что удобно я например пользуюсь google потому что у меня привязана и почта и остальные аккаунты именно google для меня это удобно вы уже сами как говорится как хотите так и выбираете что вам интереснее ну вот как вы видите уже у нас установился google chrome уитировать ну и вот нам предлагают типа какие вы хотите открывать ссылки типа http то есть вы каким будете использовать браузером то есть google chrome или продолжить использование интернет эксплойером ну допустим я выберу google chrome все таки я его устанавливаю и поставим именно google chrome ну вот как мы видим на табличке нашей программы то есть мы предоставляем о вас цифре на необходимое вам время но что нужно от вас это электронный адрес можно через facebook или еще как то ну мы ведем электронный адрес давайте ведем то есть ваш электронный адрес ну вот я ввел существующий именно электронный адрес то есть не существующий он не пропустит вот ну вот ну вот как мы видим установка завершена теперь антивирусная программа создать внутреннюю базу данных сканирования которая поможет защитить вашу систему и данные и на всякий случай программа выполнить сканирование вашего компьютера чтобы удостовериться что в нем нет источника риска то есть если у вас допустим не было до этого антивируса вы использовали ваш компьютер без него то есть при установке по завершении у вас начнется экспресс сканирование всех областей в которых возможно будет находиться вирус ну нажмем готово вот он установился он нам показал то есть он в 3 мы его откроем сейчас ну вот мы видим наш наш антивирус то есть он довольно таки изменился с предыдущим допустим седьмым кто пользовался то есть все то есть мы видим защищен он то есть зелененький если будет красненький то естественно нужно обновить или еще что то ну что перейдем сначала настройки то есть здесь обновление что здесь у нас вот перейдем в обновление здесь нужно поставить программа автоматическое обновление чтобы он вас больше вообще не трогал но еще я вам бы посоветовал сделать режим без уведомления игровой то есть очень тоже удобно поставим его то есть не будет напоминания то есть он будет работать в фоне мы его не видим не слышим то есть все отлично все работает ну что ж пройдемся по вкладкам нашего антивируса я вам покажу что где находится ну что ж перейдем безопасность ну как вы видите здесь безопасность все экраны работают то есть у нас есть файловый экран веб экран почтовой экран сетевой экран экран P2P экран интернет чатов экран поведения ну и экран сценариев то есть как говорится в бесплатной именно концепции этого антивируса мы собственно все экраны получаем то есть нам и не нужно какие то покупать у нас все есть собственно все которые необходимые почта там то есть все ну экран файлы системы тут мы будем видеть то есть вот сам антивирус то есть можно экспресс сканированием полное сканирование то есть медленное оно будет сканирование съемных носителей можно отдельную папку и естественно вот здесь вот очень интересная вещь сканирование при загрузке операционной системы то есть если бывает иногда антивирусы которые именно запускается именно с операционной системы то есть вам ничего не дают сделать то есть ну или как то дают вы их не видите я вам советую именно сделать сканирование при загрузке операционной системы меня это неоднократно выручало то есть очень много раз это было очень удобно то есть ну давайте я вам покажу как это сделать нажмем подробней вот допустим сканирование при загрузке да оба сканирования чувствительность эвиристического анализа здесь еще перейдем настроечки вам то есть здесь мы можем выбрать оба сканированием то есть съемные диски все жесткие диски но обычно выбираем все жесткие диски то есть здесь мы выбираем искать потенциально нежелательные программы Распаковывать архивы. Вы можете оставить эту галочку или убрать. Но это сразу я могу сказать, чтобы распаковывать архивы. То есть, время сканирования очень во много раз увеличится. Я обычно убираю. И здесь при обнаружении угрозы применять следующее действие. То есть, он у вас или спрашивает, или лечит, или переместить в карантин, или удалить. Я вам советую или поставить удалить, то есть, сразу вирус как потенциальный, он сразу удаляет, или переместить в карантин. То есть, в карантине вы потом можете посмотреть, вдруг у вас какие-то там файлы. Он, как бывает иногда, все-таки любой антивирус, иногда нормальные файлы, почему-то он думает, что это вирусы. Так что, я вам советую переместить в карантин. Ну что ж, окей, здесь не вот. Если мы сейчас нажмем перезагрузить компьютер, то есть, у нас уже начнется. То есть, у нас перезагрузится, и пойдет проверка нашей операционной системы, то есть, наших жестких дисков. Ну, перейдем в софтуар апдейт. Ну, здесь проще. То есть, мы видим, он нам отслеживает состояние программ на компьютере и вносит нужное мнение. То есть, он нам предлагает, то есть, какие-то программы, то есть, он сейчас у меня здесь мало программ установлено. Если у вас будет больше, то он будет показывать, какие программы можно обновить. Довольно-таки интересный, все-таки, инструмент, то есть, антивирус, который обновляет приложение ваше. Ну, тоже, он, собственно, через свою среду будет обновлять их. То есть, это более безопасно. То есть, бывает иногда под обновлениями, очень часто я сталкиваюсь, то есть, под обновлениями нормальных программ, нормальных, больших софтверных гигантов, иногда вирус залазит. Это бывает на планшетниках даже сейчас, на телефонах под установкой, там, Android. Это очень часто. То есть, если мы сейчас, допустим, нажмем, допустим, Flash Player, исправить, вот, то есть, у нас перейдет в центр обновления Windows, конечно. Ну, вот он здесь, он нам покажет, то, что Defender нужно там обновить, и т.д. и т.п. То есть, это очень удобно. Вот здесь можем также сделать, можно игнорировать программу, можно просто зайти на официальный сайт, именно Flash Player, и обновить оттуда. То есть, вообще, это как информационная табличка, в которой мы видим, какие программы требуют именно обновления. Ну, что ж, здесь у нас еще инструменты есть. Здесь у нас инструмент появился именно во ВАСТе 8 запустить службу очистки браузером. То есть, ненужные панели инструмента в браузере. Этот новый инструмент вы можете использовать, как автономные программы, является полезным, когда вам необходимо очистить ваш ПК, в котором не установлено Аваст. То есть, вы скачиваете эту утилитку, запускаете, если у вас нету там Аваста, и очищаете свой браузер от всяких, допустим, ненужных каких-то приложений. Тут же также можно блокировка веб-сайтов. То есть, мы можем сюда добавить любой наш веб-сайт, который мы не хотим видеть. И наш антивирус, естественно, его заблокирует. Но, как вы знаете, в Windows 8 есть родительский контроль. Там это все намного серьезнее и лучше. Ну, это самое простое. Ну, все же, перейдем в обслуживание, в другую. Как мы видим, у нас здесь все самые последние. То есть, текущая версия 8. Перейдем опять в регистрацию, как я вам уже говорил. То есть, я зарегистрировал с помощью своего электронного адреса. Ну, вот, у меня осталось еще 365 дней. То есть, это год. Ну, вот, это очень неудобно. Так, ну, журналы сканирования здесь мы можем. То есть, вот он, вирусы не видны. И карантин, куда у вас поместятся, допустим, какие-то вирусы. Вы всегда можете здесь их или заблокировать, или вообще реально удалить. Ну, еще один очень удобный инструмент от АВАСТАН. В других антивирусах я его не видел. Это называется дистанционная помощь. То есть, мы сейчас вот маленько увеличим, чтобы у вас было видно. Ну, что ж, дистанционная помощь, она нужна именно для того, то есть, если у вашего там товарища, друга, собеседника или просто помощника, кто вам помогает компьютер делать, у него-то уже также установлен АВАСТ. То есть, вы можете ему разрешить что-то помочь на вашем компьютере с помощью именно этого антивируса. Это очень неудобно. То есть, не нужно каких-то других там дополнительных. Таймвивер, там РДП и всего того прочего, АМИАДМИН, там многих программ, которые, конечно, можно просто допускать. Можно использовать более совершенный инструмент, более совершенный, который вам поможет именно, или вы наоборот можете помочь кому-то с другим компьютером. То есть, если мы разрешаем дистанционное управление, то есть, обратитесь за помощью и разрешите удаленному пользователю соединить с вашим компьютером. То есть, если мы нажмем, ну вот, и вот этот код вы должны просто передать этому собеседнику, кто вам поможет. То есть, по электронной почте, но сразу скажу, вы не должны закрыть эту табличку. То есть, пусть она у вас открыта. То есть, вы видите внизу, если нажать кнопку «Отмена» ниже, код утратит силу. То есть, вы говорите этот номер, там, через айску, скайп, просто по телефону или электронной почтой, но не закрываете эту табличку. И ваш помощник, который вам будет помогать, он просто с помощью этого кода зайдет. Ну, давайте посмотрим, как это будет выглядеть со стороны именно помощника. Ну, допустим, посмотрим, если я ваш помощник, то есть, я нажимаю «Управление удаленным компьютером», ввожу именно тот код, который вы мне прислали или позвонили, и нажимаю «Соединиться». То есть, я спокойно, как говорится, к вашему компьютеру подсоединяюсь и помогаю вам всеми доступными средствами, которые вы хотели или попросили о помощи. Ну, вот, собственно, есть еще закладочка «Маркет». Тут, естественно, нам предлагают просто купить дополнительные, то есть, «Интернет секьюрити», «Премьер». То есть, на «Андроид», кстати, бесплатно можно поставить. Вот у меня стоит, очень неудобно. «Восстанавливать поврежденные ПК», тоже это платное. И обеспечить безопасность вашим паролем. То есть, это тоже платное. Ну, еще вот есть сообщество такое. То есть, вы можете порекомендовать просто через Google+, LinkedIn, Facebook и Twitter, естественно. Ну, и поддержка. Поддержка – это вам можете здесь, конечно, форум сообщества, официальный форум. Вы там можете подсчитать что-то как-то, как-то можно сделать. Также вот опять удаленная помощь. Чего? То есть, так называемый «Help». И генерировать пакет поддержки. То есть, если у вас что-то не получается. Но обычно я вот этим не пользуюсь. Ну, вот, собственно, опять мы перейдем в домик. У нас все, можно сказать, установлено. То есть, наш антивирс установлен. Он сейчас в полную силу работает. И довольно-таки интересно. Google тоже у нас установился, как мы видим. Google к Google.com сразу. Здесь я вам могу показать. То есть, вот он Google. Тут же также здесь настройки можно. Если вы хотите посмотреть, я вам быстренько расскажу. То есть, я обычно делаю страницы быстро доступа. Или показывать главные страницы, естественно. Показывать панель закладок. То есть, в котором мы там... Включаю я обычно живой поиск. Ну, вот, собственно, как бы простенький такой. Вот он. Включили мы. Ну, и также установить поисковую систему. То есть, вы можете здесь выбрать не только Google. То есть, вы можете использовать браузер Google, но выбрать поисковую систему на ваше усмотрение. То есть, Яндекс, Мау, Рамблер, Бинг и разные-разные. То есть, что вы хотите и как вы хотите. Это все на ваше усмотрение. То есть, вы сами архитектор. Ну, и здесь из Google вы, считаю, всегда можете перейти на картинки. Это карты Google, YouTube, новости, почта. Если у вас есть Google, вы можете настроить Google Диск. Также календарь. Ну, и еще тут всякие переводчики, блогеры, фотографии, видео. И очень много-много сервисов у Google. Очень много сервисов. Ну, что ж, на этом я наш видеоурок заканчиваю. То есть, еще раз я вам хочу напомнить, что мы установили Аваст, версия 8. Она очень удобная, очень интересная. То есть, она все прекрасно работает на нашей операционной системе Windows 8. Ну, что ж, до скорых встреч. С вами был Павел Басманов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok